Активисты Белгородской общественной организации «Скорая молодежная помощь» провели рейд по староскольским магазинам. Ребята искали на прилавках супермаркетов просроченные продукты, а заодно проверили соблюдение закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним. За пивом в ближайший супермаркет по заданию общественников отправились староскольские школьники Ульяна и Иван. Для ребят это первый опыт участия в рейде. 14-летнюю Ульяну на кассе развернули и отправили домой за паспортом. А вот 16-летнему Ивану купить пиво все-таки удалось. Через пять минут приехали сотрудники полиции. Продавец никак не ожидал такого поворота событий. Я спросила у парня. Спрашивала паспорта. Живу в гостинице? Есть паспорта. Две бутылки пива, проданные десятикласснику, обойдутся продавцу в 50 тысяч рублей. Возможно, женщина лишится и работы. Если это первый раз, штраф будет до 50 тысяч рублей. Если вторичная продажа, если, допустим, другой продавец, то будет уже на юридическое лицо Сталин протокол и штраф до 300 тысяч рублей. Если на этого же продавца, если этот же продавец снова попадется, то уже будет и штраф выше, и уже статья будет. Можно даже получить год справительных работ. И продавца могут лишить права работать в сфере торговли на три года. Пока правоохранители оформляли протоколы, активисты не теряли времени даром. Разошлись по торговому залу в поисках просроченных продуктов. Значит, данный магазин уже не раз у нас попадался на том, что продают, оставляют просроченные продукты. И сейчас наши активисты вот так же нашли уже две корзинки испорченных продуктов. Вот, смотрите. Значит, пицца годен до 5 января 2017 года. То есть срок годности вышел уже почти как неделю. И вот целая корзинка у нас. Молочные продукты. Срок годности вышел 10 января 2017 года. Год назад общественники уже были с проверкой в этом магазине. И тогда тоже обнаружили испорченный товар. Список просроченных продуктов оставили в книге жалоб. 8 упаковок яиц, сосиски, йогурт и целая партия прокисшего молока. По закону о правах потребителя, все товары, которые исписаны, подлежат утилизации. То есть их нужно либо вскрывать, либо портить упаковку, чтобы уже в дальнейшем они не поступили снова на прилавки. Были случаи, когда товары просроченные снова поступали на прилавки. Поэтому мы вот это оптилизируем. Только за прошлый год в Белгородской области активисты общественной организации совершили 50 рейдов, составили 35 протоколов. Городской бюджет пополнился на 1 миллион 80 тысяч рублей. Такова общая сумма штрафов.